Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас сегодня с вами скумбрия с лучком и салат греческий. Я приготовила просто то, что было в холодильнике, решила для вас снять в мук-манк. Пить мы с вами будем мультифрукт, такой вот с палочкой, обычная вода у нас здесь, лучок, картошка. Приятного аппетита всем тем, кто кушает! Я постараюсь быть аккуратна, потому что один раз, когда я снимала для вас скумбрию, я подавилась. Вот так вот она выглядит в разрезе. Обожаю скумбрию, и она вся в косточках, поэтому надо быть аккуратнее. Просто моя самая любимая рыбка. Магадада жили в России, она стоила так дёшево. Сегодня я хочу поговорить, точнее, рассказать вам историю, которая меня, знаете как, не знаю, улыбнула, не знаю, расстроила. Хочу сегодня рассказать историю моей подписчицы. Моя подписчица идёт на процедуру, которую я рекламировала, и врёт о том, что она увидела рекламу не у меня. Сейчас я вам просто подробно об этом расскажу. Это просто человеческий фактор. Девушка прилетела из Москвы. Как вы знаете, у меня очень большая аудитория имена. Именно из России. Девушка приходит на процедуру, и они обычно всегда спрашивают, где вы увидели нашу рекламу. Она, значит, спрашивает, где вы увидели. И она говорит, что она, во-первых, изначально рассказывает, что она только что приехала, точнее, прилетела из Москвы. И вот пришла прийти на процедуру, которая у нас здесь в Азербайджане стоит дешевле, чем эту же процедуру сделать в Москве. И как только она услышала, что прилетела из Москвы, она всё раз спросила. Вы, наверное, от Айки. Вы, наверное, рекламу увидели у Айки. Интеграцию. И она не спрашивает, а кто такая Айка. Она не спрашивает, о чём вообще речь. Она говорит, нет. Нет. Я, говорит, увидела рекламу в Инстаграме. Мне объяснили, таргетированная реклама, она не настраивается на Москву. То есть нет такой вероятности, что эта реклама может выскочить в Москве. И когда она об этом сказала, она так сразу растерялась, когда ей ответили, что реклама же не настраивается на Москву, как она может увидеть её в Москве. Я тканул, может быть, и здесь, не помню точно. Потом мы решили немного покопаться. И в тот день, когда я публиковала рекламу, именно в тот день девушка интересовалась об этой процедуре. Спросила, сколько она стоит. И так далее. Я девушку только фотографии видела. Так в жизни не видела, не видела её реакции. Насколько мне объяснили, Когда ей сказали, что реклама таргетированная настраивается именно на Баку, то есть на потенциальных клиентов, и делает это профессионал, и реклама не могла вылезть в Москве. Мне, говорит, видели бы вы её реакцию. Она так растерялась. Поэтому, если ты врёшь, надо ещё уметь врать. Можно сказать, что какая-то твоя подруга приходила на процедуру. Тем более, клиентская база там небольшая. Мне сказали, мы не стали сильно на неё наседать, что, возможно, ещё на какие-то другие процедуры она придёт. Но, блин, так обидно, что есть такие люди, которым просто жалко. Не то, что жалко. Я вам объясню, почему она не сказала. Она просто не хочет, чтобы моя реклама показалась эффективной рекламодателю. То есть, как будто она не оттуда. Это просто чистая зависть человека. Зависть окей. Вот разница здешняя аудитория как раз-таки заключается в этом. Здесь люди спокойно идут по рекламе. А там, если подписчик знает, что это реклама, он пытается не пойти. Те же ссылки на тренд-йол. Я их оставляю. Знаете, сколько людей покупает товар по этим ссылкам? Хотя они знают, что я получаю процент. Они просто включают кукушку, сравнивают цены. Например, я рекомендую, к примеру, этот сок, например, за 1 доллар. А в магазине он стоит 5 долларов. Они думают, блин, классно, закажу. Им пофиг. Будет ли тебе от этого выгода или не будет? Конечно, не хочется обобщать. Люди разные. Вроде такая красивая девушка. Симпатичная. Вот такая токсичная. Забыла сказать самое главное. Я просто взяла, посмотрела ее проверю. Мы как Шерлок Холмзе. Попыталась отправить ей сообщение. Увидела, что до этого она мне писала. То есть, так или иначе, она меня знает. Скорее всего, моя подписчица. Увидела рекламу у меня. Узнала цену. Узнала, что здесь намного дешевле, нежели делать эту процедуру в Москве. Пришла. Сделала. И вот когда у нее спросили, она не захотела сказать. Ужас. Ужас, честно. Какая завистливая девочка. Она мне год назад писала. Писала на мой аккаунт iKemile. Она наверняка думала, что это так не всплывет. Понятное дело. Ужас. Я знаю, что сейчас в комментариях будет писать. Да она не обязана. Ну, увидела и увидела у тебя. Я знаю, что эти все комментарии начнутся, но если даже ты врешь, сделай так, чтобы ты не спалилась. Скажи, что ты, например, пришла от какой-то подруги. Хотя, когда от какой-то подруги там спрашивают, от какой именно. Или просто в инстаграме лазила, наткнулась, понравилась, пришла. Я рассказываю, что ты из России, из Москвы приехала. То есть, если врать, врать хотя бы грамотно. Так, чтобы не спалиться. К саре приходила, к моей подружке-косметологу, приходила женщина. Она, наверное, возрастом где-то, как моя мама. И она пришла первым делом, сказала, а, я видела у Айки. Что здесь такого? Не знаю, конечно. Вообще, я считаю, что если вы меня ненавидите, вообще не стоит по моим рекомендациям ходить на какие-либо процедуры. Очень не люблю таких людей. А что, знаете, каких людей я не люблю? У нас одна общая знакомая начала заниматься блогингом. Ее начинают высмеивать. Вы смеиваете, знаете, с каким-то подтекстом. Типа, Айка купила квартиру, машину, вот это тоже вот решила, что тоже будет блогером. Какой из тебя блогер? я проходила через это, когда я училась в универе тоже, когда делала только первые свои шаги в на Ютьюбе. одногруппницы. Некоторые, не буду говорить о всех, не то чтобы стебали меня, а не с таким сарказмом. Ой, блогер идет, ой, звезда идет, а можно ваш автограф? Хи-хи-хи-хи. Вот такое вот. А потом, когда у тебя уже набираются подписчики, когда дела идут хорошо, потихоньку этих шуток становится все меньше и меньше. Когда уже из параллельных групп, я уже начинала, когда я училась в универе, из параллельных групп были девочки, которые подходили и говорили, Айка, мы тебя смотрим, нам нравится твой контент, а девочки, которые учатся с тобой в одной группе, они как бы высмеивают то, что ты делаешь. Поэтому, когда кто-то со мной советуется, о том, что он хочет стать блогером, что-то начать новое. Ни одну идею на свете я не буду высмеивать, какой бы глупой она мне не казалась. На этом все, мои хорошие. Пишите свое мнение в комментариях по поводу этой ситуации. Я рассказала маме, мама тоже улыбнулась и говорит, что это ужас какой-то. А вы в свою очередь не забывайте ставить лайки и подписываться. А вы уже будете о чем-то PD куп purchased для него безопасность. А вы в котором делаете Продолжение следует...